Как по мне, сегодня едва ли не самая синкретичная тема для обсуждения, потому что я хотел бы высказаться по поводу оммажа и реверса. Синкретизм же я наблюдаю в том, что, во-первых, реверса в свое время тоже задумывались как оммаж на танк, над которым представители картей или культров работали, впрочем, вместе. Во-вторых, реверса предполагает как бы тематические оммажи, проще говоря, любые часы-перевертыши, а также сегодня еще и часы с двумя и более циферблатами. Ну и, наконец, все-таки модель обладает хоть и простой, но узнаваемой формой с некоторыми характерными деталями, без которых реверса могли бы быть любые часы прямоугольные. Двухсторонних часов много, и сейчас даже укрепляется термин часов-трансформеров, причем такие часы можно встретить как в сегменте исключительном, так и среди самых-самых-самых-самых ультрабюджетников. Последним, не устаю показывать, можно отнести даже вот эти кукушки. Из круглых часов можно привести в пример двусторонние часы Корлов, часы Геркулес Гольф Мастер, которые как нельзя лучше подходят в данном случае под характеристику аммашви и реверса. В изначальной трактовке часы для гольфа. Среди квадратных Монако 69, где исключительная мануфактурная механика совмещена с цифровым секундомером доступ, которому открывается путем переворачивания корпуса. В гибриды трансформера попадают и часы с двумя и более циферблатами. Однако не такого формата, как, скажем, дизель. Второй циферблат должен быть при этом как-либо скрыт. И тут, в качестве яркого примера, укажу пьежей или часы компас, парше дизайн и все-таки. Когда мы говорим о маше реверса, то не хотим ли мы видеть даже не столько нечто переворачивающееся, сколько нечто прямоугольное? Тут нас, возможно, ждет и самая большая удача, и самое большое разочарование, потому что работа по мотивам такой знаковой модели может буквально оказаться настолько внимательной, что дойдет до степени неразвлечения. Где-то это произойдет сознательно, например, в часах Штерлинг. Часы очень дотошно повторяют облик исходной модели, но не обладают механизмом-перевертышем и, тем не менее, уже граничит с подделкой. Подобные прямоугольники можно найти у многих брендов, как в премиум-сегменте, так и в масс-маркете. Например, хороши модели Этерне, Ланжин, Боммерсье. В этих часах чувствуются уважение к исходной форме, но заметны попытки привнести что-то свое, и в итоге действительно получается новое прочтение. Среди брендов и моделей, которые перечисляются в данном контексте, другими экспертами. Нередко упоминаются и часы Хэмильтон, и Сейка, и Булова, но, как по мне, те же Сейка, несомненная машина танк, и к реверсе не имеют никакого отношения. Ну, как говорилось во Франции в 15 веке, вернемся к нашим реверсам, и пришло время посмотреть действительно на корпуса перевертыша, где на удивление будет любопытным примером Инвикто. Амажи характерны для этого бренда, но здесь нет ощущения точной копии. Напротив, виден интерес к теме, желание ее проработать, но сделать на этот раз что-то свое, и этот пример более чем удовлетворительный. Похожие начинания встретятся у бренда Альтанус, и что примечательно, это швейцарские часы из Америки. Здесь корпус представляет собой раму, внутри которой двусторонний прямоугольный циферблат. В большей части коллекции циферблат различаются лишь цветом, и поэтому не очень понятна ценность такого решения. Из максимально похожих амажей, опять же, до степени неразвлечения, конечно, нельзя не выделить часы ротори. Это сознательная попытка сделать дешевые реверсы, но вышла она довольно-таки удачно, и на этом я прошу вас подписаться, до скорых встреч!